Приветствую всех землян! В эфире седьмая передача телевизионного канала NEFS TV и я, его ведущий Всеслав Соло. Сегодня мы с вами узнаем логику предметно-беспредметных островов. Это основа основ моего огромного учения. Я вспоминаю сейчас, как все начиналось. Логику предметно-беспредметных островов я открыл для себя не случайно, потому что я, прежде всего, понимал, что мир, в котором мы живем, это мир мыслей. И, помнится, выступая на Украине в Днепропетровске, в частности, в Днепропетровском доме офицеров, вот в этой местности я, и гуляя по городу, и общаясь со своими соучениками, вдруг начинал понимать, начал, вернее, понимать, что существуют некие медитативные острова, как я раньше их называл, медитативные острова, на которых мы находимся всегда и везде. А потом потихонечку я уже вернулся в Россию, и вот у меня уже где-то в течение, может быть, полугода, вот так, ну, года сформировалась вот эта система, и я уже ее назвал логика предметно-беспредметных островов. Это был 91-92 год. В 92-м году уже сама логика появилась, и в 91-м она формировалась, называлась медитативные острова. И с тех пор, это уже получается 22 года, я преподаю эту логику, выступаю с ней на телевизионных каналах всевозможных, общаюсь с людьми и рассказываю о ее чудесных возможностях. И вот сегодня мы с вами вкратце, конечно же, узнаем об этой логике, и я начинаю повествовать ее задержание. Каждый человек, абсолютно каждый, можно сказать, живет всегда, всю свою жизнь на острове, в своеобразном острове. То есть все мы с вами, ну, условно можно сказать, хотя я думаю, что впрямую, являемся островитянами. Островитяне. Что значит островитянами? Как-то понимать. А вот где бы вы сейчас ни находились, вы, может быть, дома у себя, в комнате, вы, может быть, на улице, вы, может быть, в поле, в океане, в огромном пространстве, где бы вы ни находились, осмотритесь вокруг, и вы увидите, что ваше видение упирается в определенные пределы. Даже в огромном пространстве, где до горизонта будет 40 километров, это максимальное значение на Земле, ибо округлость Земли не позволяет видеть дальше. Так вот, даже где 40 километров, все равно мы упираемся в черту горизонта. То есть у нас всегда есть пределы видимости. Если вот сейчас вы, предположим, в комнате у себя, в каком-то помещении, аудитории, то ваше видение будет упираться в пределы видимости, ну, скажем, в стены, в потолок, в пол, в какие-то предметы, в каких-то людей, в какие-то автомобили, может, если вы на улице, там, ну, здания, там, ну, и так далее, и тому подобное. Даже если вы на поляне, все равно деревья, и так далее. То есть есть обязательно пределы видимости. Отсюда вот и фраза-то моя первая, которую вы уже услышали, что каждый человек островитянин. То есть на своеобразном, я говорю, предметном острове расположен каждый из нас. И всю жизнь живем мы только на островах. Если взять, допустим, и посмотреть на предметный остров, вот он, вот он предметный остров, вот в середине стоит сущность, а дальше вокруг нее черта. Это предметный остров, он круглый, но на самом деле это для удобства схемы, вы понимаете, что на самом деле он не всегда круглый. Здесь могут быть всевозможные рваные стороны, в которые упирается наше видение. И по большому счету он даже может выглядеть не так, а вот так, смотрите. Вот так он может выглядеть. То есть сущность, видите, со спины-то она ничего не видит, и поэтому только впереди вот такой сербик. Но, честно говоря, все-таки можно рассматривать для удобства, все-таки опять подчеркиваю, схемы. Первый вариант. Давайте к нему вернемся. Вот он первый вариант. Итак, значит, вот сущность посредине острова предметного, вот вокруг предметный остров. На нем располагаются всевозможные предметы. Я уже их перечислял. Это и горы, и облака, и звезды, и люди, и кровати, и машины, и автомобили, говорится, и станки, и животные, и растения. Ну, в общем, все, что только может и есть в этом мире. Вот абсолютно все. И самое интересное, смотрите, любой предметный остров, вот смотрим на эту схему, сейчас новая схема, видите, здесь у нас получается как бы вот какие-то, ну, если сверху смотреть, здания нарисованы, вот здесь у нас река, вдоль реки тоже определенные предметы, деревья. И вот смотрите, каждый предметный остров, если человек начинает перемещаться в нем, вот стрелочка, видите, перемещаться, допустим, в эту сторону, вот он переместился, видите, то домик был где у нас? На предметном острове. Теперь он дематериализовался, и теперь на предметном острове дерево. То есть по ходу движения нашего острова, вот еще он переместился, видите, уже дерево дематериализовалось, а на предметном острове возник что? Человек. То есть вот получается, что по ходу движения нашего любого предметного острова, мы же в нем перемещаемся, одни предметы дематериализуются, а другие материализуются. То есть получается, предметный остров постоянно изменяется и в конфигурациях, и в объеме, и в площади, и в предметах также. Постоянно. За счет наших перемещений. Мы можем перемещаться в разные стороны и, естественно, жить. То есть это и есть наша жизнь. А теперь давайте с вами порассуждаем на вот какой предмет. Значит, хорошо. Существуют предметные острова, и мы все островитяне. Но в чем сэрбор? На чем все основывается? Что оно из себя представляет? Для чего мы вообще это все разбираем? Вы знаете, здесь маленький отступ я сделаю. Существует огромное количество учений на земле, и даже ранее существовало на протяжении веков, тысячелетий, даже десятками лет, тысячелетий. Все они зиждились, основывались на определенных представлениях о мироздании. Ну, любая религия, допустим, религия это тоже учение, в данном случае учение Христа, допустим, православие. То любая религия основывается тоже на определенных каких-то канонах, на представлениях о том, как выглядит мир и что он из себя представляет. Значит, получается, интересная очень картина-то, что все эти представления о мирозданиях во всех учениях и религиях всегда разнились с реальностью. То есть все это было вымышленно, как-то придумано, с натяжкой за уши, и нежизненно было. И в конце концов, науки, когда стали развиваться, то с каждым, как говорится, днем, секундой, минутой, часами, годами, тысячелетиями развития науки, любой науки, доказывалось обратное, что мир вообще-то выглядит не так, и там стоит не на трех слонах, или китах, на черепахе, ну и так далее, и тому подобное. То есть, получается, наука, развиваясь, показывала нам совершенно иную картину мира. И все вот религии и учения, они практически только вот за счет этого уже рухнули. Рухнули и стали сказками, ну как бы небылицами, что ли. То есть любые религии, получается, стали небылицами. Даже сегодняшние религии, которые, ну якобы, здравствуют. Потому что у них сказочные представления о мироздании. Я, конечно, не собираюсь их осуждать, это их проблема, миллионы людей верят в это. Чем отличается мое учение, а теперь уже и ваше учение, наше учение, от всех этих представлений религиозных и других учений, которые были? Тем, что оно, во-первых, самое древнее. Почему? Потому что оно всегда было. И в любом учении, которое даже имело какие-то даже ложные представления о мироздании, оно тоже было. И в любой религии оно было и есть сейчас. Оно всегда было. И вот мы даже вот сейчас живем в этом состоянии. Кто мне скажет, что мы не живем на предметных островах? Да ни один ученый в мире, ни одна наука это не сможет отрицать. Да, скажут, действительно мы живем на предметных островах. И наше видение упирается в пределы видимости. Кто посмеет это опровергнуть? Ни одна наука мира не опровергнет. И так мы устроены на предметном острове живем. Мы островитяне. Любой ученый со мной согласится. Значит, получается, наше учение показывает истину. Истинное. Правду. Оно пришло или не приходило? Оно всегда было. Просто вот именно мне, ну так Господь, будем считать, распорядился. Или некие высшие силы, ну как хотите. Вот распорядился, что именно вот я должен был увидеть это учение, приоткрыть занавеску исторической правды. Вернее, занавеску неправды и открыть историческую правду. Вот оно учение. Берите и пользуйтесь. Ни одной науке не принесет вреда. Но это только начало. Значит, получается, мы с вами живем на предметных островах. Мы островитяне. За пределами видимости любого нашего предметного острова существует еще что-то, огромное пространство. Но вот вы сейчас сидите, где-то находитесь, допустим, вы не дома, скажем, в офисе. То вы же где-то представляете, за пределами видимости вашего офиса находится ваша там квартира, дом, где вы живете. Или где вы остановились, если вы там в гостинице, допустим, остановились, приехали в командировку. Но в любом случае вы имеете представление, где там дом находится, где друг живет. То есть вот где-то там в пространстве, за пределами видимости данного настоящего предметного острова, на котором вы расположены в настоящий момент. Так вот, получается, вы, находясь на острове, понимаете перспективу за пределами видимости. Так вот, все, что находится за пределами видимости, я называю, смотрим схемочку, беспредметным островом. Вот получается сущность, стоящая на предметном острове, а вот беспредметный остров. Вот здесь мы находимся в своем мышлении, когда там фантазируем, когда мы мысли свои пускаем за пределы видимости, чувства наши куда-то тянутся далеко-далеко. Вот это все беспредметный остров. На нем вообще все расположено. И все галактики, и все возможные места, где мы никогда и не были с вами. Всевозможные, короче говоря, в его пространстве. Но вот удивительная штука, что кроме этого беспредметного острова за пределами видимости любого нашего предметного острова расположенного, у нас есть еще, мы знаем, душа, мысли, которые как бы находятся внутри нас. То есть мы с вами живем, и наши чувства, и душа, ну где-то вот находятся внутри нас. И вот все, что внутри нас, даже наши внутренние органы сгорания, то есть имеется в виду наши внутренние органы, они тоже находятся, я называю, в пределах или в пространстве еще одного беспредметного острова. То есть получается у нас за пределами видимости нашего физического тела, вот я глажу его, а там внутри нас находится еще один беспредметный остров. Смотрим на схемку. Предметный остров, сущность стоящая на нем, за пределами видимости беспредметный остров, и вот сущность внутри нее тоже, видите, черточку я сделал, досноску, вот тоже находится беспредметный остров. Получается их два. Давайте с вами поймем, чем они отличаются. Я сейчас задам вам вопрос. Ну, неважно, где вы живете. Вы живете, может, в деревне, может, вы живете в районном центре, может, вы живете в каком-то огромном городе Сити, может, еще что где-то, может, на Марсе. Я шучу, конечно, хотя в каждой шутке изговоря правды. Вот в любом случае у вас есть какое-то место, какой-то там предмет, любимый, очень важный для вас. Ну, я вот сейчас предлагаю, скажем, вообразить себе, что вот у вас самый любимый объект, это некий там центральный универмаг какой-то. Давайте вот в среднестатистическом возьмем такой вариант, человек живет в городе большом, и, ну, в среднем даже городе, и вот там есть центральный универмаг, огромный, супермаркет может быть даже, и вот это его самый любимый объект в городе, то есть ваш самый любимый объект. Вообразите просто себе, вообразите, не более того. И вот представьте себе, что этот объект, кто-то, какой-то злополучный человек, какой-то нехороший человек, на огромнейшем космическом бульдозере начинает сносить, бить огромными кувалдами, уничтожает полностью. Скажите, пожалуйста, вам будет больно за этот магазин, учитывая, что он для вас самый наилюбимейший объект в городе? Конечно, будет больно. Еще бы. Конечно, больно. Скажите, а больно где? Там вот тому универмагу, самому зданию, или же больно где-то в другом месте? Я уверен, вы сейчас скажете все, что больно вас здесь где-то будет. В душе, взахлеб, душа будет плакать, в душе будет больно. Опа. И давайте разбираться. Значит, получается, не тому универмагу больно, который рушится, даже, может, у вас на глазах, а тому, который внутри вас находится. Опа. Я почти подсказал. И вот что я подсказал, надо разбираться. Почему я так сказал, еще внутри вас находится? Давайте себе вообразим, что некая сущность никогда не рождалась, никогда не была в этом мире, и первый раз вот только что вот родилась и появилась в этом мироздании. Вот она. Что она из себя представляет? Да ничего. Просто вот мы на схеме кружком обозначали, это сущность. А вокруг нее много-много может быть разных предметов. Давайте, ну, скажем, вообразим себе, что она появилась в том месте, где вот возле нее оказался, скажем, предмет вилка. Вот, вилка появилась. Скажите, пожалуйста, мы же с вами, что бы ни видели в этом мире, да вот что мы видим, мы все запоминаем, правильно? Ну, во всяком случае, хоть временно, но помним, а все, что видели, все равно уходит на подсознание. И в глубоком каком-то, типа, эрегатативном гипнозе можно выявить все это содержание, что вы когда-то видели, с чем общались там и так далее, что запомнили. Но не об этом сейчас речь. То есть, получается, мы все пишем, как магнитофонная лента, на свою душу, на свою память. Я вам скажу даже больше того, еще маленький отступ сделаю от этой темы, что очень-очень давно, порядка, может быть, ну, 35 лет назад, 40 лет назад я говорил в окружающем меня людям, еще в те советские далекие веселые времена, и хорошие в каком-то смысле, что вот любой предмет, какой бы он ни был, гора там, камень, здания, доска школьная, кресло, стена, улица, дерево там, ну, все, ну, вот любой предмет абсолютно, хоть река. Все записывает, абсолютно все вокруг, как магнитофонная лента. Причем с видео, и с видео, и со звуком, и с запахами, и с прикосновениями. Попозже появились даже особые приборы, изобретенные, изготовленные приборы, при помощи которых можно было действительно считывать даже древние голоса магов, вот ставили этих приборов, фокус египетских пирамид, и считывали эти голоса даже. То есть на сегодняшний день это уже не секрет. Можно действительно считывать из любого предмета все, что только вот этот предмет видел на своем веку, так сказать, и слышал, и ощущал, и так далее, и тому подобное. Сегодня я уже не оказываюсь голословным, это правда, это действительно так. То есть любой предмет все пишет. Но также точно и наш беспредметный остров, который находится за пределами видеобласти нашего физического тела, он тоже все пишет. И если возле сущности оказался предмет, в данном случае вилка, то этот предмет, вилка, запомнится, запишется куда? В пространство беспредметного острова этой сущности. Вот. Запишется эта вилочка. Ну хорошо. Скопировалась, записалась. Теперь как можно назвать эту сущность, которая живет, и у нее внутри, в душе только одна вилка? Вилка, это значит, там, внутри человека только один предмет, первый. Конечно же, такого в жизни не бывает, чтобы вот только этот предмет, и потом человек с ним как ненормальный ходил, как говорится, только вилка, да, вот человек вилка, сущность вилка. Нет, эти одержания, поток этих одержаний идет постоянно, но мы с вами специально законсервировали это все, запаршрутировали, чтобы мы с вами понимать начали. Итак, вилка там находится. А дальше, предположим, смотрим следующую схему. Возле человека или сущности первично рожденной, которая уже теперь сущность вилка, появился телевизор. Вот вам телевизор. Скажите, пожалуйста, вилка примет телевизор на жительство в пространство беспредметного острова, то есть запомнит его по закону, аналогии, по подобию, да, обязательно запомнится, обязательно запишется этот телевизор и примется на жительство в пространство беспредметного острова человека. Так вот, давайте с вами подумаем, а кто будет принимать этот остров? Помните сказка «Терем, теремок»? Я, мышка, наружка, а ты кто? Мышка принимает следующего и так далее, и тому подобное. То есть, кто первый в тереме живет, тот и принимает. Если там живут двое и трое предметов там, или людей, или сущностей, они тоже уже коалиционно сообща принимают, но все равно первичная неубиваема. Первичная была вилка, и вилка всегда будет самая главная, ибо ее следующее, что вот она примет, принятие, да, какого-то предмета, в данном случае телевизор мы рассматриваем, что вилка будет принимать в пространство нашего беспредметного острова. Так вот, ее принятие всегда будет отражено во всех остальных предметах, вы понимаете это? Потому что вилка первая приняла телевизор, дальше вилка-телевизор принимает следующее что-то, и так далее, и тому подобное. И в итоге, получается, вилка будет жить в каждом предмете, все равно будет вилочное восприятие мира, навсегда. Это путь вилки к Богу, будем говорить. Но что первичное было, оно неубиваемо, всегда будет, пока эта сущность развивается по всем инкарнациям, и придет уже к Богу даже. Это будет вилка, все равно путь вилки к Богу. У меня есть вот работа, огромная работа по инкарнациям, можете на моем сайте посмотреть, кому это будет интересно, могут заказать себе такую работу. Делаю я их редко, но они стоят того, их стоит заказывать, я считаю, и дожидаться очереди, потому что всю жизнь вашу эта работа перевернет и поставит с головы на ноги, и вы будете знать, куда вы идете, зачем вы идете, и для чего живете. Потому что прежде всего в этой работе я определяю самую первую инкарнацию, в которой родилась ваша сущность человека, человеческая душа родилась, и отсюда все пляшет дальше. Если первая была инкарнация, допустим, там, пингвин, то значит, это путь пингвина к Богу, если это была инкарнация, там, кита, значит, путь кита к Богу, вилка, значит, путь вилки к Богу. И вот я рассматриваю, что было первичное, заложенное. Эту работу я уже выполняю огромное количество лет, около 20 лет, и опыт огромный. И сделал я немалое количество подобных рассмотрений, и помог огромному действительно получается количеству людей в этом направлении. То есть их жизнь кардинально изменилась. У них был своеобразный план, по которому они меняли свою жизнь, и меняют до сих пор. Это навсегда возможность понять, куда ты для чего идешь. Но сами посудите, если человек, допустим, по натуре своей пингвин, то есть первично родилась душа в пингвине, человеческая у него, то он, вот все повадки пингвина, это не значит, что он будет по пингвине жить. Вы понимаете, это интерпретация на человеческий лад жизни будет, пингвинья жизнь на человеческий лад. То есть вот если он будет не отходить от пингвиньей жизни, то он будет все правильно получать по своей жизни. То есть и денюшки будут приходить правильно, и люди, и знакомые, и продолжительность жизни будет другая, и болезней не будет так вот, как вот у него, может, сейчас они есть, понимаете. То есть чем дальше мы отходим от своей первичной сущности, тем больше мы проблем в жизни получаем. Поэтому вот эта моя работа по интернациям помогает всем страждущим восстановиться, восстановиться и идти дальше развиваться отчетливо и ясно. Интересная штука получается. Значит, возвращаясь к рассмотрению нашей схемы, определяемся с вами, что да, вилка примет телевизор, но она не примет его как электронный прибор, она примет его как уродливую вилку. За счет того, что антенка сверху может быть, и поэтому ассоциация у вилки возникнет, что вот эта вилка уродливая, то есть не такая, как она. Потому что мы всегда все меряем по себе, правильно же? По своей морали. Что вот хотим, то и видим. Как думаем, так и живем, понимаете? Вот поэтому вилка эта, она думает только как вилка. И она воспримет телевизор не как телевизор, а как уродливую вилку. Ну, то есть это другая отличная от нее вилка, и конечно же она будет подчинение здесь у вилки находиться. Вот дальше получается здесь у нас возникла и вилка, и возник телевизор. Но это уже не телевизор, а уродливая вилка. И дальше туда будут поступать следующие предметы в этот поток, туда будут входить все, и растения, и разговоры, и общение, как говорится, и предметы, и поездки. Ну, все, 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 огромный поток всяких впечатлений. И там будет очень много беспредметных предметов жить. Они будут как бронз на движении, да, как по какой-то непонятной или понятной только им логике взаимосоприкасаться, взаимоотталкиваться, взаимовлиять друг на друга, разрушать, драться, распределяться на континенты внутри человека, да, в его пространстве беспредметного острова. Они там будут сражаться или жить с любовью, совокупляться, как угодно. То есть, это целый мир, внутренний мир возникает в человеке, в каждом. Через эти будет одержание, через эти копирования, зазеркаливание внешнего мира в пространство беспредметного острова, которое находится за пределами видимости нашего тела физического. И вот там целое мироздание возникает по одержанию. И сами понимаете, когда мы возвращаемся к бульдозеру, помните, и универмагу, когда мы увидели первый раз этот универмаг, еще не любили его, то он где у нас возник? Он отразился обязательно на жительство в пространстве нашего беспредметного острова. Ну, конечно, так оно и есть. потом он все больше и больше отражался через какие-то впечатления, отношения наши и стал самым любимым. Но он же отразился какой? Не тот вот конкретно реальный физически стоял, который, да, и стоит, может быть, а тот, который вот мы запомнили. Это универмаг наших впечатлений, именно наших моральных устоев и так далее. это вот совершенно другой предмет. И самое интересное здесь вот в чем заключается. Что получается, мы с вами, когда универмаг, любимый, крушит, рушит бульдозер, мы с вами переживаем и ощущаем боль внутри нас, то есть больного тому универмагу, он имеет боль, и он еще, ко всему прочему, и скопированный. Тогда раз скопированный, можно его назвать вторичным беспредметным островом? Конечно, за пределами видимости нашего любого предметного острова находится первичный беспредметный остров. И по ходу движения, схемку смотрим, все предметы на нем расположенные, возникают на наших предметных островах. Получается, мы, находясь на предметных островах, копируем эти предметы, запоминаем, следовательно, все предметы, которые возникают на предметном острове, обязательно пришли к нам из пространства первичного беспредметного острова. И запомнились, отразились, зазеркаливались и зазеркалены в пространство вторичного беспредметного острова. Он вторичен у нас, душа наша вторична, понимаете? Смотрим новую схему. Вот сущность, стоящая на предметном острове, За пределами видимости предметного острова первичный беспредметный остров, а за пределами видимости нашего физического тела, вот эти пределы, здесь находится вторичный беспредметный остров. Вот схема логики предметно-беспредметных островов. Это очень, конечно, краткое построение для того, чтобы просто хотя бы первично разобраться, что к чему, как говорится. Что к чему, зачем и почему. Почему? Теперь, знаете, удивительные вещи получаются. Во-первых, это ничему не противоречит, но еще что-то недопонимается. Я понимаю, что сейчас все со мной согласны, даже люди от науки, но смотрят с подозрением и думают, ну и что дальше? Ну да, можно согласиться с этим меропредставлением, и что оно не ложно, что да, где-то в какой-то мере все правильно. Но я вам скажу вот что. На сегодняшний день, слава Богу, я уже не голословен, и ученые мира сего доказывают это, и доказывают, и будут больше доказывать с каждым годом, что мы живем в мире нашего сознания. Ну, эксперименты проводились уже, и называется эксперимент эффект наблюдателя, когда две световых полоски в кромешной темноте на фотобумагу отражаются и проявляется фотобумага, и видно две световых полоски. Это если человек стоит и наблюдает за этим вот засвечиванием фотобумаги. Но если человек вышел, и также две эти полоски остаются, то проявляется фотобумага, а там получаются разные блики, рассеивания и так далее и тому подобное. То есть не две уже полоски, а множество каких-то непонятных световых обозначений. То есть получается эффект наблюдателя. Человек понимает, что там две полоски и видит только две, и бумага запечатляет две. То есть наше сознание управляет предметами вокруг, модернизованными. То есть получается, а человек вышел, уже там не две полоски, а непонятно сколько чего. О чем идет речь? О том, что все, что у нас находится в пространстве вторичного беспредметного острова, оно обязательно проецируется во внешнюю среду. Во внешнюю среду. То есть вот мы, допустим, заходим с вами в какой-то магазин, и тот магазин, который мы скопировали когда-то впервые, он есть, но он уже не полностью есть. Он уже частично построен из того, что у нас внутри находится, он оттуда материализуется. Ведь со спины нашей, вот смотрите на схему, со спины мы напрямую соединены с пространством первичного беспредметного острова. То есть, а здесь у нас вторичный беспредметный остров. Вот он. Значит, получается наш вторичный беспредметный остров напрямую контактирует с первичным. И когда мы заходим в магазин, то мы материализуем, выставляем во внешнюю среду наш магазин, который у нас уже запомнился за многие, может, его посещения. Понимаете? И естественно, когда человек, любой человек заходит в магазин, ситуация в магазине, даже настроение продавца уже меняется. Вот зашла кошка в магазин, уже все поменялось вокруг. Зашла собака, еще больше поменялось. Зашел человек, любой поменялось. Даже если будет огромная толпа в магазине, вы зайдете, и вы уже частично поменяете магазин. Понимаете? А может и абсолютно весь. Огромное количество людей влияют на изменения реального, так называемого, предметного острова. А вообще-то он есть, этот предметный остров, или нет? Ведь не исключено, что он соткан из наших проекций полностью. Каждый человек проецирует какие-то предметы вокруг нас, находящиеся, со своей памяти. Мы как бы в памяти разных людей живем, да? И мы тоже частично запоминаем эти части памяти, а потом еще раз проецируем. Можно и так сказать. Но это дело уже ближайшего будущего, когда ученые откроют всю систему сознания человека. А сейчас мы просто с вами говорим, что мы островитяне, и то, что на предметном острове, мы это проецируем из нашей души. Понимаете? Значит, получается, как мы это делаем? Во-первых, мы что-то создаем у себя внутри. Ну, по подобию. Мы из чего-то, из готового материала какого-то, ну, из нашего мышления берем, то есть из памяти. И из разных частей компилируем какой-то предмет, а может быть событие. И дальше мы должны только вот отсюда выставить, то есть из пространства вторичного предметного острова забыть это. То, что мы скомпилировали, то, что мы задумали, то, что пожелали. Желание наше так материализуется. Выставить во внешнюю среду, а куда? Ведь не на предметный остров. Вы же не поверите, что сразу вот перед вами вдруг возникнет ваш любимый человек. Ну, трудно в это поверить, мы в это не поверим, поэтому мы не сможем так выставить вперед. А куда? Со спины мы контактируем с пространством первичного беспредметного острова. Вот поэтому забывается все со спины. К цели, говорят, идти нужно спиной. Забывается все со спины. И вот мы со спины забыли, ушло это в пространство первичного беспредметного острова. И потом, по ходу движения нашего предметного острова, где-то в каком-то месте, можно сказать, специально обустроенном, специально построенном, мы вдруг видим материализованный объект, который мы задумали. Давно или вот недавно, или вот почти сейчас, и звонок там телефонный произошел, допустим, или в дверь вошел тот человек, которого мы сейчас только что и построили, и подумали о нем. Понимаете, то есть получается, наши материализации происходят любые за счет того, что наш первичный беспредметный остров контактирует напрямую со спины, подчеркиваю, с пространства вторичного беспредметного острова. Вот именно в пространстве вторичного беспредметного острова мы что-то создаем, забываем, то есть все, перестает там находиться то, что мы создали, и оно автоматически перекочевывает на жительство в пространство первичного беспредметного острова. А дальше, по ходу нашего любого движения предметного острова, мы выходим на материализацию того, что задумали, того, что забыли, того, что выставили со спины. Это вкратце логика предметно-беспредметных островов Естественно, есть много там тем, скажем, конфликты предметно-беспредметных островов И многое-многое другое Если вы хотите все это узнать, вы можете прийти ко мне заниматься Я сейчас провожу занятия даже по интернету На занятия нужно заранее записаться Даже индивидуальные есть занятия Можно и приезжать ко мне заниматься Можно и в группы записаться, если вы живете в Москве Ну, все зависит от ваших возможностей и желаний Логика предметно-беспредметных островов полностью освоит весь мир То есть это вот фундаментальное, самое древнее видение и представление о мироздании Оно теперь выйдет на поверхность и объединит, помирит все науки, все религии, все учения Какие только были и существовали в этом мире Потому что эта логика объясняет абсолютно все, совершенно все И не противоречит ничему, ни одной религии, еще раз подчеркиваю, ни одной науки А только ведет в будущее На сегодняшний день уже это учение не только мое Оно принадлежит огромному количеству моих соучеников Оно наше, общее, понимаемое учение И ваше теперь так же, потому что вы знаете о нем И вот самое-то главное здесь понять меня правильно Что как думаете, так и живете Вот видите, как интересно Зная эту логику, даже имея первое прикосновение к ее пониманию Вы уже эту фразу, как думаешь, так и живешь, услышали иначе Потому что вы знаете, что это правда А что вам подсказало, что это правда? Что объяснило эту фразу? Суть этой логики Так вот, суть этой логики объяснит любую науку Абсолютно Любую религию Любое духовное лицо Любые ваши действия Любые мировоззрения, развития и что хотите Чем уникальна эта логика Она всегда была Во все времена на Земле Во всем космосе На любой планете космической В любой цивилизации Всегда была и есть логика предметно-беспредметных островов Может с некоторыми отличиями Но обязательно была И лежит и есть в основе Это учение Логика предметно-беспредметных островов Объединит не только всю Землю Но и все мироздание Мира и добра вам Материализация мыслей и ваших желаний Российский первоисточник Автор множества книг Высшие магии мысли Вы можете научиться Выходы в астрал Параллельные миры Энергологика бизнеса Телепатия Формула любви Дыхание сознания Магические операции Школа вечеров Всеслава Соло Контактный телефон 8 903 622 4018 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова